Привет, друзья! Сегодня мы продолжаем движение по Gravel велосипедами. Gravel, Gravel. Все выговаривают это по-разному, но мне всегда хочется сказать Gravel, Gravel. И сегодня у нас именно такой велосипед на обзоре. Это трек Checkpoint ALR5. Честно скажу, это первый гравийный трек, который я вижу в своей жизни. В принципе, это новая линейка. Он очень сильно отличается от других гравийных велосипедов, которые я видел до этого. Дело, конечно же, в маленьких мелочах. Но обо всем по порядку и также о спецификации сейчас мы поговорим. Gravel велосипеды это то, что сейчас набирает невероятных оборотов. Очень становится популярным и не только у нас в стране, а и в целом. Такая себе универсальная штучка, которая может в себе сочетать и шоссе, и кросс-кантри, и туринг, и все на свете. Ну, во всяком случае, к этому они стремятся. И хотелось бы надеяться, что лет через пять так и будет. У вас просто будет один велосипед на все случаи жизни. Но уже даже сейчас для многих это так и стало. Поэтому эти велосипеды очень популярны, очень стремительно и быстро развиваются. Их появляется все больше и больше. И будем подталкивать производителя, чтобы они развивались в правильном направлении. Ну, а сейчас посмотрим, что именно стоит здесь. И что из этого круто, а что, как мне кажется, не очень. Так, начнем, пожалуй, с самого главного. Это рама. Сразу хочу заметить, что этот велосипед бывает в двух цветах. Также есть вариант такого ярко-салатного неонового. Но мне кажется, что вот этот будет более популярный, потому что он универсальный. И, в принципе, сейчас вот красный с черным очень даже в моде. Хотя здесь, конечно, не хватает матового цвета. Рама здесь алюминиевая, сделана из 300-го сплава Альфа, который премиум у трека. Они очень им гордятся. Конусная рулевая Е2, каретка BB86.5. К слову, она пресс-фит. Это, наверное, более важно знать. Очень везде много пишут про то, что здесь крепление на вилке и на раме стоит флет-маунт. Что позволяет тормозам быть более жесткими, понятными. Такой формат крепления позволит вам чувствовать тормоз, а не какие-то вибрации в переходниках и прочих делах. Размеры рамы доступны от 49 до 61 сантиметра. И очень важный момент, это то, что здесь есть такая фишка, как горизонтальный дропаут. У трека это называется дропаут из тренгл-холд. Они регулируются. И вы можете менять себе чейн-лайн. Делать базу короче, длиннее, подстраивать все в зависимости от того, куда и как вы хотите поехать. Можно себе под спорт режим сделать велосипед, можно под туринг. И эта универсальность, это, конечно, очень здорово. Также у вас есть возможность поставить себе сингл-спид. Не знаю, насколько это будет актуально и как много людей будет его ставить. Но в видяшках трек показывает, что это популярная штука, которой все прям очень сильно пользуются. Также вместе со сменой чейн-лайна вы можете менять и положение тормоза. Все троса здесь проведены внутри рамы. И даже задний тормоз, который мы привыкли обычно видеть гидролинию поверх, здесь уже все спрятано. И это не может не радовать. Также на раме есть куча креплений полезных для фляжечек, сумочек, насосиков. Все, что только можно придумать. Здесь сверху есть крепление, здесь есть крепление, здесь переходящее, здесь, здесь, здесь переходящее. И здесь вот еще даже снизу. Естественно, крепление под багажник, под крылья. В общем, туринговодам все эти дела точно понравятся. Вилка у нас карбоновая, под диск с алюминиевым конусным штоком. И, как я уже ранее говорил, креплением флет-маунт для дискового тормоза. Также здесь есть крепление для багажника и для крыльев. Очень интересно сделаны крепления гидролинии. Как вы видите, они просто сделали такие тонкие, красивые отверстия прямо в самой вилке. Также сделано крепление гидролинии заднего тормоза на пере. Втулки здесь стоят бонтрейджер на 12-миллиметровых осях и спереди, и сзади. И промподшипниках. Несмотря на то, что это бонтрейджер, а не шимана, здесь крепление ротора идет по центр-лок. Гидравлические тормоза 105 Shimano. Модель называется, если более точно, 7070. Сам тормоз идет с радиаторными колодками, что позволит ему ни в коем случае не перегреться на каких-то супер резких спусках, если вы будете где-то наваливать на этом велосипеде, или же просто ехать очень груженным по горным серпантинам. Колодки эти, конечно, стоят очень недешево, но они действительно работают. Обода Bontrager Tubeless Ready, и на них это написано, что хотелось бы, чтобы делали все производители. В описании к велосипеду указано, что здесь стоят покрышки 700 на 35, но в реальной жизни мы видим покрышки 700 на 40. GR1, комп, протектор на этой покрышке очень интересный. Скорее всего, он будет хорошо и по асфальту вкатывать, но и на грунте, конечно же, вы не будете скользить, так как есть шипики. Шифтеры, передний переключатель, задний переключатель, система стоит Shimano 105, каретка, как я уже говорил, пресс-фит Shimano. И соотношение звезд здесь спереди 50, большая 34, поменьше, сзади 11,34. Кассета Shimano HG800 на 11 скоростей. И этот момент, это то, что мне не очень нравится в этом велосипеде, но об этом я скажу уже в конце более подробно. Сидение Bontrager Montrose Com. Хотелось бы надеяться, что на практике оно будет работать так же, как и выглядит. Или хотя бы так же, как мое сидение Bontrager, которым я очень доволен спустя сезон. Подсидельный штырь 27,2 мм, с офсетом 8 мм. Вынос руля. Bontrager Elite 31,8 мм толщина руля. Подъем 7 градусов. И он совместим с креплением Blender. Это такая новая штучка от трека, где вы можете, прикупив себе парочку специальных креплений, ставить на этот руль все, что угодно. Вот так вот примерно это выглядит. Очень большой диапазон. Можно поставить от камеры до фонаря. И вообще все, что угодно можно поставить. Хотелось бы сказать, что вот на руле с бароном это очень хорошая идея. Потому как подобные крепления, они сейчас популярны, тоже набирают оборотов. Но на прямых рулях я не раз уже слышал такие случаи, что люди падали и у них там все отламывалось. Здесь же такого произойти не должно. Рулевая интегрированная FSA, естественно, на промподшипниках. Ну а теперь, друзья, общий итог и мое мнение. Я себе вот сейчас уже планирую покупать велосипед Gravel. Я еще пока до конца не определился, какая именно это будет модель. Поэтому не буду забегать наперед. Но скажу точно, что мне здесь не понравилось. И вот что я подыскиваю в том велосипеде, который будет у меня. Мне не понравился здесь вот этот вот переключатель, две звезды. И я в этом не вижу вообще никакого смысла. Особенно на Gravel велосипеде. В идеале, чтобы было 44 спереди, 11-42 хотя бы сзади. И это намного лучше, чем вот эти вот две звезды спереди. Не понимаю, почему многие производители до сих пор так усердно делают вот эти передние переключатели. На мой взгляд, это уже выглядит как каменный век. И надо от этого избавляться. Тем более, что многие туринги, которые я уже видел, знаю. Они идут 1-11, 1-12. И это вполне нормально. Оно отлично работает. Уже многие проверили. Зачем ставить две звезды спереди и сзади вот этот диапазон 11-34. Ну, мне не совсем понятно. Это, пожалуй, самый главный минус, который мне не понравился в этом велосипеде. По остальному, все хорошо. Shimano 105 для меня это было бы, наверное, все-таки слишком. Я бы, вероятно, взял бы себе на SRAM вообще в принципе велосипед. Но если бы это было Shimano, не знаю, мне кажется, мне бы и ссоры хватило. Так как цена на этот велосипед и частично уже даже из-за оборудования в Украине 2-470. В Штатах же он стоит 2-100. И да, там он стоит дешевле. Но хотелось бы обратить внимание, когда вы пишете или замечаете, что у нас что-то продается дороже, чем, например, в Штатах или в других странах. Обратите внимание на то, что трек 520, например, у нас стоит дешевле. Трек Remedy 8 у нас стоит дешевле. Ну, почему-то всегда все пишут о том, что у нас все дороже. Но вот когда что-то у нас реально дешевле, об этом вы забываете написать. Учитывая то, что у меня такой велосипед будет не один, а помимо этого у меня еще будет двух подвес, я бы, конечно, хотел вложиться в сумму тысяча, может быть, полторы. Если у вас велосипед такой только один и он универсальный на все случаи жизни, а так и планируется, чтобы было по Gravel, то, наверное, конечно, можно взять себе что-то вообще идеальное, вот прям под вас и не сильно на этом экономить. В моем случае этот велосипед заменит многие другие форматы и будет, наверное, универсальным. Двух подвес Enduro вот он точно не заменит, поэтому пока что, пока что все-таки он не будет точно один. Конечно же, хотелось сказать о несомненных его плюсах, а это универсальность. Вот эти вот дропауты горизонтальные, где вы можете под себя подстроить велосипед и под свои нужды. Миллион креплений, очень изящно все сделано по раме, все эти незаметные проводочки, крепления гидролиний. И хотелось бы заметить, что чекпоинтов есть много, от бюджетных самых до карбоновых. И каждый сможет себе подобрать модификацию под свой карман, под свои потребности. И я еще буду выбирать, хотя я не скажу, что в принципе я буду выбирать только из чекпоинтов или только из трека что-либо. Хотелось бы услышать ваше мнение, какое оборудование вы считаете должно стоять на гравил-велосипеде. И в каком соотношении вы бы его использовали или уже используете, или будете использовать. Что касается формата езды, туринг, пересеченка, город. На что больше уклон будете делать вы, задумываясь о покупке вот такого велосипеда. Также не забываем, что в магазине Viker у вас есть промокон Instant Step, по которому вы можете получить скидку 7%. Применить его можно, сделав заказ на сайте. Спасибо вам за просмотр и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok